Запорожье готовится к обороне. В минувшую субботу несколько сотен запорожских патриотов около Ореховской трассы копали окопы и траншеи для защиты города от возможного военного вторжения. Подробнее об этом в репортаже наших корреспондентов. Ореховская трасса, примерно 15 километров от Запорожья. Здесь собрались около 700 человек. Все они патриоты своего города, поэтому так просто террористов к себе не пустят, говорят активисты. Кстати, людей собралось настолько много, что было решено направить час запорожцев на трассу в район села Розовка. Это первый, так сказать, подготовительный день. Для начала здесь просто роют траншеи и окопы, а потом возведут новые блокпосты и противотанковые рвы. Мы сейчас делаем подготовительный этап – это окопы. Следующий этап – это установление уже противотанковых ежей и формирование нормальных блокпостов. Волонтеры принесли лопаты с собой, кирки, ломики. Это все было привезено с собой. Но с деленхоза, так понимаю, были бензопилы и несколько тракторов, которые с ковшами. Конечно же, больше на поле мужчин. Но на удивление немало и женщин. Кто роет окопы, а кто просто помогает копающим. Работы хватает всем. Потому что я хочу, чтобы тут не было России никакой, территория Украины. То есть я только за Украину, поэтому я хочу помочь с этими действиями защитить город. Я думаю, это, наверное, чаще надо делать, чем раз в неделю. Потому что за неделю много чего может произойти. Есть люди, которые могут приходить каждый день, может кто-то через день. Я считаю, что на войне нет разницы, женщина ты или мужчина. Каждая сила, даже женская, здесь нужна. Вот смотрите, женщины некоторые помогают мужчинам воду поднести, ветки. Ну вот я здесь, не знаю, с молодым человеком мы всегда вместе. Потому что не хочу, чтобы мои внуки попали в обстрелку. Чтобы не было войны, чтобы наш город был вольный и свободный. Чтобы не было войны. В числе активистов и медики. Только узнав о таком мероприятии, сотрудники скорой помощи решили принять участие и помочь в защите города. Мы не остались в стороне. Здесь три десятка наших сотрудников. Одни в Токмаке помогают лечить наших раненых. Другие в Бердянске. Но мы решили здесь помочь, чем можем, выкопать окопы. В общем, работа удалась. Активисты, в свою очередь, просят организаторов привлечь побольше спецтехники и координаторов, которые смогут правильно руководить работой. И приготовить запорожцам больше воды. Работы по обороне города продолжаются.